Всем привет! Всем привет! Давайте я вас чуть-чуть подожду. Мы немножко раньше появились. Я вам решила сделать такой новогодний сюрприз и показать вам стрижку. Стрижка будет интересной. Вы все любите каре. У вас у большинства есть трудности с ним. Поэтому сегодня я вас научу, как соединять формы. Давайте подходите. И у нас с вами будет новогодняя стрижка. Сегодня у меня последний рабочий день. Я завтра уже отдыхаю. Вот, привет, уже кто-то появился. Давайте, подтягивайтесь. Напишите, пожалуйста, как меня слышно. Привет, еще. Пишите, пишите, как меня слышно. Отлично слышно. Я очень рада. Привет, привет всем. Так, давайте я вас пока познакомлю с нашей моделью. Сейчас я вас подвезу. Вот она, наша модель красавица сидит. Я уже ее для вас подготовила. Зовут ее для Юлия Аша. Юля, всем привет. И вот, смотрите, у нас с вами классическое здесь деление. Идет сегрепальный, горизонтальный. И начинаем стричь, естественно, затылка. Что у меня здесь будет, девчонки? У меня здесь будет массивное каре. Если мальчишки, то тоже всем привет. Так, надо было мне звук убрать там. Ну ладно, уже ее не уберут. Будет массивное каре с удлинением к лицу. И помимо этого я еще добавлю небольшую грудировку. То есть у нас будет немного объемный затылок. Давайте я вас поверну. Вот я показываю, не видно. Немного я приподниму затылок. То есть у нас будет он немножко пообъемнее. Но в то же время я должна буду сохранить массу. То есть к лицу будет удлинение, но массивное каре. Не забывайте основное. Наша стрижка это массивное каре. Остальное мы с вами будем делать, ну, как бы уже наш дизайн. Стрижки я вам уже говорила. Все, что мы с вами стрижем. Если мы соединяем формы, это все стрижки креативные. Что такое креатив? Давайте спорить не будем. Это же, естественно, фантазия мастера. Так что я придумаю эту стрижку. Повторите за мной. И вам будет счастье в новом году. Вам понравится и вашим клиентам понравится тоже. Давайте приступим. Значит, первая линия у нас, вы помните, у нас с вами идет легкое удлинение к лицу. Значит, соответственно, мы немножко будем сразу же с первой же линии удлинять. Первая линия у нас с вами окантовка. От этого мы с вами и пляшем. Будет у нас ноль оттяжка. Как всегда, начинаются смски. Давайте с вами поближе подъедем. Буду показывать вам. Вы поднимайте кресло, чтобы вам было удобно, чтобы ваша спина не устала. Опускаем голову клиента вперед. Вот смотрите, видите? Для того, чтобы вам было удобно. Опускаете воротничок. Вот так. И мы с вами начинаем стричь. Здесь волосы немного подвиваются. Поэтому, видите, вот такой как у вихор здесь есть. Но так как у нас первая линия, у нас массивная кора, у нас с вами будет наложение пряди на прядь. Естественно, этот вихор скроется внутри. Все, приступаем. Вы должны обязательно спросить, насколько мы укорачиваем ниже куба. Насколько сантиметра два. Вот видите, то есть у нас уже наша Юлечка знает, насколько она хочет покороче. И приступаем. Натяжение у нас с вами ныной. Первую линию мы задаем с вами, как всегда. Подрезаем ее. Так, видно? Нет, не видно. Давайте я вас подрезаю к другой стороне. Вот так, наверное, будет видно. Натяжение у нас будет с вами ноль. Определили два сантиметра, да, сколько. Подрезали. Здесь уже у нас идет с вами легкое удлинение. То есть нам с вами немножко надо повернуть пальчики и сделать такую небольшую подковку. Когда вы задали уже свою линию, дальше мы с вами ее дорабатываем. Обязательно. Потому что, видите, у нас рост волос снизу. Когда вы поставите пальчик, получается 15 градусов. А нам надо ноль. За счет этого, если мы сделаем ноль, нам мы подчистим шейку. Привет-привет всем. Причесываем. Пальчики с вами, руку ставим. То есть делаем розную линию натяжения ноль и подчищаем. Вы можете чуть-чуть повернуть голову на бок, чтобы вам удобно было, если у вас длина другая. И выравниваем линию. Так, видно? Видно, да? Хорошо. Вот у нас, видите, линия такая получилась. Мы сами подчищаем смысл и выравниваем линию. Также, с другой стороны, тоже на бочок было. Подчищаем. Вы подчистили, но я же не проверяла еще, поэтому обязательно у нас с вами проверка длины. Чтобы у нас с вами длина везде была одинаковая. Как видите, у меня все сошлось. Во всяком случае, обязательно смотрите, потому что если векло уйдет, то нам надо несколько раз проверить, чтобы линия была красива. Переходим к следующему блоку. Напомню вам еще раз, чем меньше, меньше, меньше вы делаете, тоньше вы делаете блоки, тем точнее у вас будет стрижка. Так, теперь смотрите сюда внимательно. Подвожу еще ближе вас. И напомню, у нас массивное коре. Это основная наша цель. Так, голова ровно вниз. Вот так. Так как у нас была на бок с вами повернута, сейчас вниз. Так, смотрим. У нас с вами есть контрольная линия. Вот она уже задана. Мы с вами должны подстричь массивные коры. Едем, едем, едем. Видите, вы свою линию видите. Я надеюсь, вам видно. Побрыже подвезу. Как только ваша линия скрылась, вот, скрылась. Мы с вами ставим ножницы и отрезаем. Сейчас я уберу пальчики, и вы увидите. Видите, вот. У меня с вами получилась следующая линия длинней предыдущей. Потому что у нас ножницы имеют с вами толщину у кого-то 2, у кого-то 3 мм. За счет этого у нас идет наслоение и увеличение длины. Так будет вам гораздо удобнее ориентироваться, чем если вы будете делать это самостоятельно на глаз. Также продолжаем. У нас с вами есть уже контрольная заданная линия. Вторая новая. И мы с вами делаем следующий срез. Так, очень близко подвезла. Видите, не видно. Но, если вы посмотрите, также у меня здесь, там внутри, линия есть уже, которая короткая. Видите, короткая. Вот она внизу. И сверху у меня накладывается линия по длине. Я думаю, что вам видно. С противоположной стороны повторяем. Также натягиваем. у меня контрольная уже задана. Вот она здесь. Скрылась предыдущая линия, которую я подстригла в прошлом убироке. Накладываем. И у меня с вами ножницы 2-3 миллиметра. Также увеличивается длина. Проверяем лево-право. Обязательно. Можете также почистить уже вторую линию. Я подчищаю. Почему? Так, расческа вам мешает. Я поняла. Подчищаю, потому что, вы понимаете, мне не очень удобно. Я воворачиваю руки, а хочется мне подстричь все-таки стрижку красиво. Поэтому я буду проверять много раз. Так что вы не нервничайте. Я вам рекомендую делать то же самое. Все, видите, у нас линия 2-я готова. Переходим к следующему блоку. У нас здесь с вами ничего не меняется. Следующий блок также идет на удлинение. Так, угла держится все время вниз. Опять показываю вам нашу контрольную линию. У нас уже она из второго блока контрольная. Также опять хорошее натяжение 0. Пальчики ведете, 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 ведете. Увидели линию, она спряталась. И сразу ставим ножницы и подрезаем. Так, сейчас я вам покажу следующую линию. Видно, да, что следующая линия у меня подстрижена. уже вот она и она длиннее предыдущей. Все, продолжаем. здесь тоже, кстати, видно очень хорошо. Видите, там у меня внизу линия и сверху накладывается пред по длине. с правой стороны так же простудаем. Так, обязательно только делайте проверки. Хорошо? хорошо, потому что у нас с вами точная, достаточно точная стрижка. Обязательно на лево-право проверяйте. можете, конечно, можете опять же так же натянуть, потому что мы с вами дорабатываем все равно линию и у нас натяжение 0. и пройдитесь немножко, как окантовку сделаете. Вот так, кстати, можете себя проверить. Если вы ее ровно отстригли, то можно и не вычищать. Но у нас с вами вторая линия. Обязательно проверяйте, натягивая из одной и той же зоны, слева и справа. Так, видно нормально? Напишите. Все понятно, что я показываю. У нас здесь гардеробка с вами не очень резкая, не очень сильная, поэтому пряди можете пробор, вернее, рабочий пробор, можете сделать прямыми. Вы помните, я вам говорила, если у нас сильная грудирувка, мы с вами делаем рабочие проборы, естественно, повторяем. Пробор повторяет срез. Срез повторяет пробор. Только так работаем для того, чтобы не забыть. Если у нас с вами не сильно большая грудирувка, то мы с вами можем работать прямыми рабочими проборами. Мы простерегаем сейчас эту зону на столько, сколько хватит волос. Отлично слышно. Четкости видео нет. Девчат, может быть, у себя настройки попробуйте, потому что у меня видео, я поставила себе самое высокое качество. Мне такое уже говорили, но попробуйте в своем телефоне попробовать поставить, выставить качество видео. Так же натягиваем, видим нашу новую контрольную прядь. Ставим, едем, едем, едем. Видите, вот она на пальчик, пальчики скрыла. Пальчики скрыли эту линию, скрылась под пальчиками. Вот она. Все, ставлю ножницы, отрезаем. Показываю. Видите, следующая линия у меня длиннее. Давайте поближе покажу. Так, где у меня вы? Вот она. Видно? Оставь чуть-чуть. Видно? Сейчас еще раз прочешу. Наверное, видно, девчонки. Видно, думаю, да? Давайте поехали дальше. Опускаем обратно. У нас с вами задалась новая контрольная. Опять же, мы ориентируемся на нее. Расстригаем следующий блок. Расстригаем начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Новая у меня контрольная, как вы помните, я ставлю пальчики, еду, 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 контрольная скрылась, отрезаем сразу. Следующая линия у нас с вами опять же идет на удлинение. Натяжение у нас с вами достаточно сильное натяжение, но так, чтобы не больно было. С правой стороны, конечно, мы повторяемся. Проверка обязательно. Так, чтобы у нас было лево-право одинаково. Что-то, да. Проверяем. Так, сейчас из одной тоже диами. Проверяем. эта сторона то мой взгляд чуть подлиннее я сейчас ее чуть-чуть доработаю только вы еще не забывайте смотреть как сидит ваш клиент потому что иногда бывает вы скрыжете скрыжете клиент немного задремал и голова уехала в сторону поэтому обязательно смотрите чтобы ни налево ни направо никуда хорошо видите у нас достаточно пока тяжелая линия получилась я вам уже говорила что у юлочки волос немного подбивается поэтому видите вот он выкручивается но видно какая линия у нас уже получать красиво переходим дальше я сейчас уже помогли в один зажим сделаю вы можете продолжать с двумя вот смотрите так как у нас была все-таки массивная стрижка и на облине вот давайте посмотрим что сейчас у нас видите хвостики у нас еще продолжают быть длинные вот а здесь уже длины не хватает в середине здесь у нас с вами уже начинается градуировка вот что здесь дальше мы с вами отделяем трек по центру и будем сейчас создавать новую линию вот она так теперь давайте поставлю вас с бокового ракурса потому что здесь мы уже создаем углы натяжение в голове у нас идет перпендикулярно и мы с вами так как у нас с вами контрольная здесь прострижена не нижняя контрольная у нас с вами массивная стрижка а только верхняя которую мы с вами последнюю закончили то есть предыдущий блок он у нас является контрольным и мы с вами создаем наш игол 45 градусов как натяжение не забудьте четко создаем игол поехали отпускаю диагональным пробором давайте вам покажу диагональным пробором перешла пробор который только что я делала который контрольный прядь я опять же разделила взяла наше прощение авария что это такое нет 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 нам ничего не надо так натягиваю у нас в голове 90 получается натягиваю показываю так вот он прядь идет диагональ видите небольшая на диагональ натяжение у меня с вами 90 есть у меня контрольные пряди видите одна заданно контрольная и вторая я опять же стригаю опустили 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 сделала следующую диагональ разделили в вашу простужину только что прядь натягиваю 90 следующую простужину делим натягиваю вот сейчас как вы видите у меня именно перпендикулярно стоит моя контрольная прядь а здесь уже то что я у лица я подтягиваю новую прядь к своей контрольной для того чтобы все будет последнюю прядь подтягиваю на то же место каком-то что я стреляю смотрите здесь у меня получается как бы такой вот угол видите но не забывайте мне здесь нужно продолжать массивную стричку поэтому да если я отпущу вы увидите длина которая не прострижена так как я делала тянула на удлинение к лицу я отпускаю чуть-чуть голову можете повернуть на бок опять же натяжение и у нас с вами идет опять сразу продолжается легкое удлинение также мы с вами скрылась у нас наша прядь но не забывайте у нас если вы будете скрывать то у нас здесь с вами стоит прядь на месте а здесь будет время удлиняться поэтому вы должны ставить пальчики так чтобы у вас контрольная прядь была естественно уже прострижена и вы в нее стригаете ваши ноги вот смотрите видите хвостик у нас получился не видно да? сейчас попробую вас подвести смотрите хвостик получился вот она вот он хвостик а прядь у меня вот она контрольная которую уже я простригла скрылась у меня контрольная которая нижняя я поставила на контрольную которую простригла ножницы я должна их видеть и я веду свои ножницы и делаю новую создаю прядь вот таким вот образом я удлинила линию но в то же время оставила массивную форму за ушком вот здесь с той стороны мы с вами повторим переезжаем давайте вот так будет видно наверное не будет видно может будет если не видно пишите также у нас была контрольная центральная прядь я немного беру диагонат ее натягиваю видно сразу мою контрольную простригла так не видно да было? отлично простригла вам не видно в общем я натянула простригла сразу опять перехожу на следующую линию берем новую нашу линию сейчас у нас идет перпендикулярно голове то есть никуда пока не смещаемся видите наша новая линия контрольную вы там видите я ее простригла теперь следующая линия у нас уже подтягивается только что простриженной то есть сейчас наша с вами контрольная которая была простриженная стоит на месте и к ней я уже подтягиваю наши две последние боковые опять сейчас будет у нас здесь длинней на бочок делаете чтобы видно было видите вот они волосы длиннее вот я натягиваю у меня здесь уже контрольная есть ставлю на нее так видно? и простригаю эту дверь все вводите так поставили ровно проверяем длину лево-право обязательно здесь надо чуть-чуть еще так как мы проверяем здесь помните мы с вами поднимаем прядь и у нас с вами должна линия сойтись и там где она сходится там мы с вами зачищаем то есть у нас с вами натяжение получается как будто мы создаем 45 градусов так вам показать наверное не надо да? так давайте сейчас я покажу вам эту линию сейчас я вам покажу чуть-чуть ее поближе вот так здесь у меня видите я вам говорила надо почищать я почистила чуть-чуть чтобы натяжение было ровно смотрите все да? длины чистят здорово на всякий случай проверяем с вами лево-право так вот там у меня какой-то неросилось давайте его почистим вот сейчас уже надо все видите лево-право у нас с вами сошлось если вы посмотрите сбоку у нас с вами появилась легкая грудоировка видите вот она пошла здесь уже покороче внизу массивная стрижка здесь уже у нас с вами более объемный вариант переходим дальше также посередине отделяете прядь натяжение у нас с вами 90 в голове срез у нас с вами продолжается наша линия давайте я вам покажу ее натяжение еще раз перпендикулярно в голове у нас с вами задана линия и мы с вами ее продолжаем вот она продолжилась отпускаем также переходим с вами на диагональ перешли в свою контрольную видите линию натянули все прострелили подтянули в прядь ваша контрольная сейчас стоит на месте уже как вы догадались чтобы не зарезать удерживаясь углы которые мы с вами за ушком также перехожу на диагональ на противоположную сторону так что отоберите меня куда-то передмещаем все так сейчас это верну так перешла я ее диагональ на противоположную сторону опять же у меня с вами здесь натяжение 90 по центре контрольная прядь и я подтягиваю к ней все прострелила и последнюю прядь тоже подтягиваем и видите звоним контроль извините мне там позвонила отключили также мы с вами делаем проверку натянули у нас с вами опять же будет как будто 45 градусов я натаскалила видите 45 все тут очищаем если у вас там есть огрехи если нет то прекрасно и проверяем еще плюс активно визуально и активно обязательно и так как вы помните мы делали мое длиннее также проверяем нашу линию которая окантовочная чуть-чуть немного вытяжение вниз и если есть что-то доработает уже с другой стороны если что-то есть у нас доработаем так давайте девчонки теперь дальше мы начнем чтобы я не вертела а то сейчас закружу нашу линию баранную закружиться она будет у меня на хрусселях тут каталась так иначе соответственно дальше мы переходим с вами на виски виски мы с вами будем скрыть уже по массивным линиям то есть так как мы с вами работаем с массивными скришками прядь наложение пряди на прядь и помните у нас с вами было наложение пряди на прядь поэтому могу ли я с вами начать стричь вот так если мне нужно нет конечно потому что у нас с вами разный уровень на этом месте у нас с вами стрижка будет уже длиннее поэтому мы с вами делаем прядь тогда отделяем мы с вами также отделяем и пробор дальше на заколок наш рабочий прядь для того чтобы у нас с вами линии сошлись если вам здесь мешают не забудьте закладывать вот так вот закладываем легкую и начинаем дальше стучь вот наша прядь значит смотрите если у вас длинная форма вы можете тогда просто развернуть девушку свою и стричь уже ближе к лицу если у вас длинная форма вам мешают плечи если нет значит так давайте мы с вами постружем сейчас посмотрим видите у нас с вами здесь задана линия вот она вот она линия наша задана поэтому нам надо продолжить нашу стружку так натягиваем и стрижем вводя в нашу контрольную линию натяжение так же ноль не забывайте у нас есть лодка удлинения к лицу ноль силу это натянем посмотрим это подойти чтобы натянуть уже прошло теперь мы с вами повторяем противоположную сторону также отделяем и продолжаем его на затылке лодку на большом голову натягиваем нашу линию наши контрольные вы видите она у нас задана натяжение ноль и дальше делаем в форме по линии которые заданы здесь у нас нет удлинений это считается у нас на виске а контовка если вам надо длинное сильное удлинение делите сильное удлинение это вы уже решаете сами обязательно мы с вами проверяем лево-право должны быть одинаковые скотчем так что еще проверяем и Так, следующий период переставляем. Также прогреваете на леную макушку. Тебе сделка отшивы, работайте, я ковырну на вас и смотрю. Продвожу вас поближе, смотрите. Помните, мы задали с вами, видите, ключом мешает чуть-чуть на бок голову. Натяжение, видите, у нас с вами задана наша компольная линия, она внизу. Как всегда, мы с вами видео ведем. Видите, если вы посмотрите внимательно, давайте я беру руку положу, чтобы где-то было. Здесь уже идет удлинение именно с затылочной части, потому что мы с вами стригли на 1-2 мм длине. Это уже является следующей контрольной линией, поэтому мы с вами продолжаем стричь уже по ней. Но не забывайте, что у нас надо все равно еще контролировать то, чтобы линия, наша предыдущая, спряталась. То есть вы должны соединить эти все движения. Вот я, кстати, вон, чуть-чуть на болчок, и натяну, что извините, дашь, улыбаюсь, натягиваем. Значит, наша контрольная, которая внизу спряталась, контрольная, которая здесь, с затылка, мы с вами по ней продолжаем. Вот я стала, видите, ножницы по ней и вверю. Все, пошли дальше. Ничего себе. А у нас на 23 это стия. Массивная стрижка, не забывайте. Так, теперь с другой стороны. Также на бочок. Натяжение. Как видно, вот так. Натяжение у нас с вами мое. И вводим нашу стрижку. Не забывайте, ножницы дают удлинение 1-2 мм. Растригли. Снова правильные. У нас с вами должны быть право, обязательно. Делаем проверку. Еще раз. Не лезьтесь. Еще раз напомню, чем получше делаете, тем так шуми с пенчиком. Видите, я так же делаю, как я делаю, как я делаю. и шли и также длины поворачиваем на бочу и натяжение линия видна в комитет введем, 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 введем раз восстановились распределимся видите, голова нагнута и поэтому натяжение у нас идеально получилось новое потому что здесь же плечи мешают поэтому вот так вот сейчас вот очень удобно видите, спряталась моя линия которая контрольная и вот я уже новую свою плечу так если посмотреть поближе то видно, да, что объединение есть да, видно повторяем повторяем по одному двадцать половину так же у нас, видите, зарядка сегодня вечерняя как нужна вот вставил и прежать и и и и он он и и и и Так же проверка, проверка обязательные условия, стрижка достаточно точная. Смотрите, здесь у нас стрижка симметричная, поэтому мы с вами делим по церкви, чисто естественно визуально по церкви, потом будем дорабатывать обязательно на лево-право. Так же на руке к голове, натяжение на стороне, продолжаем стрижку. Увидим такое повторяющееся движение, так вы чуть-чуть на стороне. Как только скрылась ваша контрольная прядь, мы с вами сложим стрижок. стрижок. Только таким образом у нас с вами будет изменено. Давайте покажем. Видно сразу, да? Видно, да. стрижок. Нужно выравнивать из себя, выреживать, чтобы она была красивой. стрижок. Дальше. Дальше. Вот в данную сторону. За стороны. За стороны. Выкручиваем. Здравствуйте. Здравствуйте. Великой Курнеев. Здравствуйте. Очень вкуснее. raft sports и insecurity. Ф серьёзка много. Плотских развития – до 시간이 разных частей наследцев на поводу по meta-орв psych households щасимом твои строго holiday estado. Исходный коне. Вот, опять же с вами прижимаем, в одной и той же дверь мы подкользуем, смотрим нашу длину. И здесь у нас рассыпка. Значит, смотрите, в следующий момент мы с вами делаем проборк, называется глубокий проборк. Перекидываем либо налево, либо направо, неважно. Это тоже у нас с вами проборка. Она тоже обязательна, потому что Диана ровная проборка. Носиться, естественно, не будет. Будет носиться так, как раскладываются волосы. И здесь нам надо будет чищать. Если у нас здесь что-нибудь, давайте посмотрим. Так, натянуем. Видите, какой-то вот один волосочек есть. Обязательно дорабатываем, чтобы этот волосочек потом не вниз. Вот, вот еще один. Все аккуратненько дорабатываем. Все, здесь почистили, делаем глубокий проборк и проверяем правильную сторону. Так же надо в сторону. Натягиваем и снять на одну шуренку, чтобы все было красиво. Так. Значит, смотрите, мы когда с вами почувствуем уже приют, мы с вами должны почувствовать его приют. Давайте посмотрим. Вот, я вам еще рекомендую, причащите вот от лироса в свободном падении, и немножко посмотрите эту дуну. Вот. Вот. Здесь хорошо получилось. Иногда бывает, там по одному волосочку вырезают. Поэтому лучше подчистите ее. То же самое с этой стороны. Обязательно посмотрите, чтобы все было аккуратненько. Вот видите, тоже один волосочек тут есть. Дочистите, чтобы ровненький вовремя. Так. После этого, так как у нас с вами все-таки есть легкая градуировка, мы с вами еще плюс удлиннее причесываем волосы все разно. И вы же смотрите, входит ли здесь ваша стрижка, ваша передняя часть стрижки. Это я вам сейчас покажу. Видите, она не входит. Потому что у нас с вами более длиннее. Вы видите, у меня волосы остались. Вот. Теперь вы вот эти волосы убираете. То есть мы с вами встригаем в нашу линию, которая вот она внизу задана. Не внизу, а именно в нашей градуировке. Вы помните, вы когда причесываете, смотрите. Я не могу вот так сделать некрасиво получается. То есть мы с вами натягиваем. И вот у нас тяжелое массивное линию. Мы с вами вот убираем, дорабатываем, чтобы где ничего не вылезало. Вот видите. Именно на том месте, где у нас градуировка. Видите, мы когда делали проверку градуировки, вы поднимали их. Вот мы на уровне этой градуировки нашей последней. И делаем, выравниваем нашу стрижку, которая удлиненит лицо. Это тоже будет давать нам легкую брудерейку, то есть легкий объем. Видите, еще волосы мокрые, а уже так хорошо ложатся. Хотя волосы, видите, вот немного куряются. Видите. Теперь мы с вами переходим к сушке или кладке. И дальше сейчас будем с вами дорабатывать уже на сухую. Ну, пока можете мне писать свои вопросы, я сейчас посушу. Победение выбираем. Пробедение выбираем. Красоты не зимой, а сейчас будем так возведомить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok А мы уже не думаем, что это тяжело. И вот, в гостях, они не сидели так себе, как сидели. Так, это вакансово не так, что и так себе не стоит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот смотрите, что у нас с вами получается, то есть у нас с вами массивная, но в то же время более легкая форма. Вот я вам показываю, как у нас волосы ложатся, это когда если на запах кидать, вот так. Давайте я вам поверну с этой стороны, вот так вот, показываю прическу, видите какая у нас линия с вами шикарная? Давайте с другой стороны, так же прическу. И здесь у нас тоже. Красиво. Посушила-то я, уже не помню какой-то сушила. Сейчас, конечно, Юлечку вам покажется. Сейчас я возьму и увидим уже ее полноморене. Обязательно не забывайте стрянки, вот либо сдувать, мелких волос много. Прячьте перед тем, как сдувать, человек должен обязательно быть с порядком. Вот наша стрижка готова. Сейчас нам Юлечка покажется. Вот она, как только наша. Юляш, воротник, давай просто. Можешь повердеться перед девчонками и мальчишками в голове. Марина, на траву покажи на русский слой. Вот так. Вот такая красота у нас получилась. Вот, Юляшки, мы спасибо большое скажем. Ну а я вас всех поздравляю с наступающим. Мне очень приятно, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на меня. Я провожу, конечно же, обучение. Вы меня все спрашиваете и по стрижкам, и по окрашиванию. Просто пишите, звоните, и будем договариваться. Всех еще раз с наступающим. Спасибо и пока-пока. Спасибо. Класс. Вот. Теперь.